Мы живем в эпоху новой промышленной революции. Ее также называют информационной, полупроводниковой, нанотехнологичной и еще десятком других определений. Но факт остается фактом. Высокотехнологичные производства выходят на первый план. Этой важнейшей задачей активно занимаются в особой экономической зоне Алабуга. Миссия компании «Рост промышленности для благополучия людей путем создания инфраструктуры». В Алабуге располагаются 33 действующих завода, которые занимаются различной промышленной деятельностью. Например, здесь находится единственный завод в России по изготовлению премиальных автомобилей «Аурус». Однако для таких амбиций нужны и достойные кадры. Уровень зарплат работников Алабуги сравним с уровнем Москвы. В настоящий момент компания находится в поиске амбициозных руководителей, специалистов с богатым бэкграундом, а также молодых ребят, которые окончили вуз и только начинают свой карьерный трек. Ну а если вы хотите научиться чему-то новому, на базе ОС был создан инженерный колледж Алабуга Политех. Программирование на питоне, электротехника, экономика и много других востребованных специальностей уже ждут вас. Обучение проходит на современном оборудовании под контролем наставников, действующих инженеров с заводов. Главной особенностью Политеха является то, что студенты с первого курса официально трудоустраиваются и получают зарплату до 77 тысяч рублей в месяц. Хотите изменить свою жизнь и мир вокруг к лучшему? Тогда переходите по ссылке в описании, где вы найдете всю подробную информацию об Алабуге. После ролика о гипотетической победе Германии в Первой мировой логичным продолжением было бы поговорить и о гипотетической победе Российской империи. Это полностью оправдано, ведь именно она в итоге по итогам войны пострадала больше всех. На этом моменте многие упомянут унизительные для Германии условия Версальского мира. Мы напомним, что Первая мировая обернулась для России двумя революциями и последующей гражданской войной, унесшей по разным оценкам от 10 до 25 миллионов человек. Но что, если бы история сложилась иначе? В ближайшие пару минут мы постараемся ответить на этот вопрос. В первую очередь, по традиции, прикинув, как теоретически Российская империя могла победить. Могла, и в целом велосипед альтернативной истории для доказательства изобретать не надо. Как и всегда, история окажется очень хрупкой вещью. Начнем с того, что в Первую мировую империя вступила в статусе самой большой армии планеты. Почти 6 миллионов человек, 7 полевых тяжелых орудий, 540 гаубиц и 257 единиц тяжелой артиллерии. На руку сыграл и провал в русско-японской войне, который привел сразу к двум волнам реформ. В первую очередь управленческих. Да и флот удалось немного подтянуть. Подлодок, к примеру, у империи было больше, чем у Германии. 30 против 28. Если в Балтике доминация Германии была неоспоримой, то в Черном море эксперты считали, что потягаться с Османской империей флот Николая II более чем способен. Да и статус союзника Британии облегчал задачи на море. Основные усилия по морским разборкам возлагались на нее. Наглядно относительный успех реформ Николая демонстрирует судьба австро-венгерской армии. В первые же месяцы войны Российская империя заняла почти всю Галицию. На Кавказском фронте осенью 1914-го наступление Османской империи удалось остановить, и армия пошла в контратаку. Поражение от Германии в восточно-прусской операции можно вынести за скобки. Как ни крути, к сверхдержавам Российскую империю до Первой мировой никто не относил. И сравнивать ее логичней с соперниками ее весовой категории. Да и реванш у Германии удалось взять по итогам праснышской операции, где в марте 1915-го войска империи оттеснили немцев назад в Восточную Пруссию. Этому все к тому, что совсем уж недооценивать армию Российской империи и считать ее поражение очевидным не стоит. Скорее напротив, два из трех фронтов, на которых она сражалась, были победными. Лишь против Германии все начиналось средне. Да и то из-за экстренной переброски немцами войск с Западного фронта. В общем, сказать, что поражение Николая II было очевидно в первые годы войны нельзя. Так что же пошло не так и где сценарий гипотетической победы? Первый мы разбирали в видео о победе Германии. В 1905-м Российская империя и Германия подписали секретный Бьоргский договор о военном союзе в случае войны в Европе. Лишь усилиями французского лобби в правительстве России его вступление в силу удалось отменить. Это было сложно, ведь в конце концов Вильгельм и Николай II были братьями. В телеграммах они обращались друг к другу Ник и Вилли. Элизабет Хериш в своей книге «Романовы» подробно описывает, что судьбоносные вопросы монархи обсуждали в дружеском тоне, а телеграммы выглядели совсем неофициально. Упоминается даже переписка в 1914-м незадолго до начала Первой мировой. Там Ник пытался уговорить Вилли не начинать конфликт. Ну а для нас важно то, что союз между Германией и Россией вполне мог быть. Более того, учитывая родственные связи, эта альтернативная история в чем-то даже логичней той, что случилось в реальности. Чем бы все закончилось вступи Россия в Первую мировую на стороне Германии? Мы разбирали вопрос в прошлом видео. Если вкратце, для Франции это очень плохие новости. А Германия, скорее всего, сделала бы Россию своим вассалом. Сейчас мы сосредоточимся на другой альтернативной вселенной, где война между Ником и Вилли все же началась. Парадоксально, но, несмотря на всю сложность Первой мировой, большинство историков сходятся во мнении, что поражение России можно было бы избежать, изменив всего одно событие. В 1914-м армией империи руководил великий князь Николай Николаевич, дядя царя. Он в войсках обладал авторитетом и был уволен с должности главнокомандующего незадолго до начала войны. На третий день мобилизации армия Российской империи была без командующего, потому что по планам им должен был стать император. В итоге Николай II 2 августа дядю главнокомандующим таки сделал, а потом в 1915-м убрал, а потом опять сделал, причем все время запрещая дяде менять состав ставки и генералов. Эта идея достойна отдельного видео, ибо речь о настоящей игре престолов. Вроде как император, под влиянием жены, на которую в свою очередь влиял Распутин, боялся переворота со стороны дяди. С другой стороны, он понимал, что в случае военных неудач все палки бросят в главнокомандующего и сам не горел желанием должность занимать. В любом случае, результат виден невооруженным взглядом. Нерешительность Николая Второго привела к хаосу в руководстве, который не мог не сказаться на фронте. Почти все историки сходятся во мнении, что под руководством князя Николая Николаевича ресурсов продержаться до победы, даже учитывая все проблемы, у российской империи было достаточно. Ну а вдогонку именно нахождение в должности главнокомандующего помешало Николаю Второму бороться с революцией 1917 года. Его в столице физически не было. Да, с логистикой, промышленностью и даже с едой в армии были проблемы. Но как ни крути, даже наступательные операции в 1917 армия империи проводить еще могла. А уж продержаться до победы точно была способна. Определяющим фактором поражения историки все же считают хаос в командовании, отсутствие единого плана на войну и бездарное руководство страной, которую Николай умудрился еще и потерять, пропустив не самую масштабную попытку переворота. Революция 1905 года в каком-то плане была гораздо страшней, но ее Николай II сдержать смог. Здесь мы наконец переходим ко главному. Что получила бы Российская империя в статусе победительницы Первой мировой? В 1916 министры иностранных дел Британии, Франции и России втайне подписали соглашение Сайкса-Пико-Сазонова. Фактически это аналог Ялтинской конференции Второй мировой, где союзники договаривались о послевоенном устройстве. По этому соглашению Франция и Англия в основном удовлетворяли свои нефтяные интересы на территориях бывшей Османской империи. Современные Ирак и Иордания уходили Британии, Франция забирала Сирию и Ливан. Россия, в свою очередь, руководствуясь безопасностью, получала Константинополь с проливами Босфор и Дарданеллы. На закуску получая территории к тому моменту уже завоеванные армией у Османов. Собственно, в 1917-м все тот же дядя царя Николай Николаевич, в то время трудившийся на Кавказском фронте, даже распорядился о создании казачьего войска Евфратского. Все шло к тому, что наравне с Москвой и Санкт-Петербургом Константинополь стал бы третьей столицей Российской империи. Мог ли Николай Второй его удержать? Очень и очень вряд ли. Да, революции 1917-го и 1918-го годов случились в первую очередь из-за слабого характера царя. Однако глупо отрицать, что Российская империя к концу Первой мировой созрела для революции. Слишком уж много факторов сошлись воедино, начиная от элиты, максимально оторванной от народа и заканчивая проигранной гонкой за индустриализацию и отставанием от европейских держав. До чего уж там даже банального перехода на вменяемую рабочую неделю законодательно не существовало. Трудиться было предписано по 11,5 часов, 6 дней в неделю без отпуска. В 1913-м доля грамотного населения в империи Николая II составляла 30%, в то время как в Германии 99%. Победа в Первой мировой скорее всего успокоила бы народ на какое-то время, отложив потенциал революции. Но без нее скорее всего никуда. Ну а то, куда свернула бы Российская империя в случае более поздней революции, это уже другая история. Наша продолжится Германией, которая внезапно скорее всего от победы России в Первой мировой тоже бы выиграла. Роль унизительных условий Версальского мира, разоривших Германию, чаще всего преувеличивают. Но как ни крути, они стали точкой отправки Европы ко Второй мировой. Тем более, что безумные контрибуции навязали стране, которая закончила Первую мировую в основном на чужой территории, а на свои обороняться могла еще пару лет точно. Лишение 90% торгового флота, 70 тысяч тонн золота, 80% запасов железной руды, 40% доменных печей, список унижений Германии можно продолжать сколько угодно. Но нас интересует то, что Николай Второй своего брата Вильгельма в обиду определенно не дал бы, по крайней мере, не настолько. Главным камнем преткновения Версальского мира была смена режима. Ей в Германии активно сопротивлялись, но с помощью российского лобби среди победительниц Рейх вполне возможно удалось бы сохранить. Вместе с этим отрезав пути к возможному приходу усатого австрийского художника к власти. Мировые ученые считают, что победа России в Первой мировой могла исключить Вторую мировую из истории. С одной стороны Германия из-за Версальского мира здорово сблизилась с СССР. Советы в Липецке обучали немецких летчиков, в Казани танкистов. С другой СССР получал образцы военной техники и высокие технологии Германии. Две страны вынужденно сблизились, оставшись после Первой мировой неудел, что неумолимо вело Европу к новому конфликту. Ну а вернувшись к империи Николая Второго, ей, как мы уже упоминали, победа в Первой мировой сулила скорее краткосрочные бонусы. С вероятностью 99% революция и гражданская война все же случились бы из-за классовых противоречий. Есть разве что крошечная вероятность радикальных комплексных реформ, которые удержали бы страну от пропасти. Традиционно в этом плане в пример приводят Италию. Она вроде как числится в победительницах Первой мировой. Стране по итогам отдали Смирну и часть турецких территорий в Анатолии. Казалось бы, развивайся не хочу, но привело это к Муссолини и статусу сателлита Германии во Второй мировой. В общем, резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что реальность, в которой Российская империя победила в Первой мировой, очень даже вероятна. Однако для самой страны вряд ли это сулило бы что-то хорошее. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья!